Спонсор программы Место происшествия Ломбард Титан Устарел планшет? Приходи в Ломбард Титан и поменяй на современный 45 07 07 Здравствуйте! В эфире первого городского проекта Место происшествия В студии Михаил Багин смотрите в этом выпуске Не пропустила встречный автомобиль С травмами была госпитализирована женщина-водитель «Фольксвагена Гольф» в Советске Оскорбил журналиста Прокуратура Первомайского района закончила проверку по факту оскорблений В отношении корреспондента Первого городского канала Избила и закопала в подполье Осознав, что мужчина не подает признаков жизни Участники застолья скинули его тело в подполье После чего разошлись Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Кельмези Ее обвиняют в убийстве пенсионера Пьяный дрэк-рейсинг Нашел дорогу без ямы Устроил на ней гонки пьяный водитель «Ауди А6» на улице Солнечной С травмами была госпитализирована женщина-водитель «Фольксвагена Гольф» в Советске Там ее машина столкнулась с другим «Фольксвагеном» Оба авто оказались в кювете Подробности в рубрике «Обзор аварии» слово моему коллеге Сергею Пичугину По данным ГИБДД, авария произошла в четверг в 9 утра Девушка-водитель не пропустила встречную машину Женщина, 89-го года рождения, управлявшая автомашиной «Фольксваген Гольф» По предварительным данным, при выполнении левого поворота Не убедилась в безопасности И совершила столкновение со встречной автомашиной «Фольксваген Кэдди» От удара «Фольксваген Кэдди» отбросила с проезжей части И она съехала в кювет Как выяснилось, предполагаемая виновница аварии была трезвой Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП ГИБДД напоминает, что в соответствии с пунктом 13.12 правил дорожного движения Водитель транспортного средства при выполнении поворота Обязан наступить дорогу всем транспортным средствам, движущимся со встречного направления В чистых прудах водителю «Мазда-3» не уступил дорогу водитель «Ваза-99» модели Автолюбитель на иномарке пытался уйти от столкновения Выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Авенсис» Однако в итоге с отечественным авто разминуться не получилось Повредились три машины, пострадавших нет Возле Гнусина водитель «Лады Калина» Видимо, перед поворотом вовремя не перестроился в правый ряд и подрезал «Зил» Машины столкнулись, грузовик опрокинулся и вылил цемент на легковушку Теперь водителю «Лады» предстоит серьезный ремонт, а также чистка автомобиля Цемент засох и отмыть его будет непросто На улице Щерса столкнулись два автомобиля «Киа Рео» и «Шкода Фабия» Обе машины получили незначительные повреждения Водителям предстоит ремонт и покраска некоторых элементов кузова Сергей Пичугин, место происшествия Прокуратура Первомайского района закончила проверку по факту оскорблений в отношении корреспондента Первого городского канала Напомним, 7 февраля этого года на улице Орловской сотрудники ДПС и активисты ночного патруля задержали пьяного и агрессивного водителя лэндровера Дмитрия Желонкина Все подробности этой истории в нашей традиционной рубрике «Сводка» В пьяном виде на лэндровере с друзьями Дмитрий Желонкин направлялся от пивного бара домой, однако не доехал Раздосадованный задержанием, он решил выплеснуть всю свою злость на репортера Ну что, я не знаю, что он снимает его Замолчи, замолчи, понял, нет? Замолчи, петух Ты бегаешь, обезьяна Что это, обезьяна? Труб И это только часть оскорблений, которые высказал Желонкин в адрес корреспондента Программы «Место происшествия» Сергея Пичугина По окончании прокурорской проверки в отношении Желонкина возбудили административное дело по статье «Оскорбление» Значит, Дмитрий, установлено в состоянии алкогольного пьянения, согласен? Пичугин, иди нахуй со своей камерой, обезьяной Убери его Убери, согласен? Да я согласен, убери этого Свою вину пьяный водитель Желонкин признал Сейчас все материалы переданы в мировой суд Желонкину грозит штраф 3000 рублей В поселке Дороничи в садовоческом товариществе вспыхнул рубленный дом под дачу с пристроем и срубленной баней В итоге сгорела крыша, обгорели стены дома и бани снаружи и изнутри по всей площади Также сгорело имущество 23 сотрудника МЧС тушили этот пожар Причина ЧП сейчас устанавливается В Лузе вспыхнул склад с древесным углем Сгорела готовая продукция на площади 150 квадратных метров Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС Причина и виновные устанавливаются Михаил Вагин, место происшествия Сейчас прервемся на короткую рекламу Она пройдет быстро, не переключайтесь и смотрите сразу после нее Избила и закопала в подполье Осознял, что мужчина не подавит признаков жизни Участники застолья скинули его тело в подполье После чего разошлись Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Кельмези Ее обвиняют в убийстве пенсионера Максим Владимирович Да Вы отстранены такого управления транспортным средством? ДТП и пьяный сон Постоянно пьяные едите на дорогах Нет, никогда не еще Да? В ДТП не попадает и пьяные Нет При всем желании не смог бы скрыться с места аварии Водители Шкоды на улице Мостовицкой Более 800 объектов под нашей охраной Охранное предприятие «Ангел» Сохранимо и защитимо В эфире проект «Место происшествий» и мы продолжаем Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Кельмези Ее обвиняют в убийстве пенсионера Женщина до смерти избила мужчину Затем со своими приятелями сбросила его в подполье и закопала Подробности в следующем материале В день убийства компания из пяти человек выпивала в полузаброшенном доме По словам очевидцев, 66-летний потерпевший и 35-летняя обвиняемая Ранее жили вместе, но разошлись В итоге причиной конфликта стали взаимные оскорбления Женщина уронила пенсионера на пол и избила его ногами После чего компания продолжила выпивать Виновница происшествия и очевидцы скрылись с места преступления Но потом вернулись Они поняли, что пенсионер мертв и решили скрыть труп в подполье В итоге они закопали тело потерпевшего и ушли из дома В настоящее время женщина задержана В порядке статьи 91 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации Решается вопрос об избрании в отношении нее Меры пресечения в виде заключения под стражу Сейчас обстоятельства произошедшего И роль каждого участника событий, повлекших смерть мужчины, устанавливается Расследование продолжается 35-летняя обвиняемая грозит до 15 лет тюрьмы Михаил Вагин, место происшествия При всем желании не смог бы скрыться с места ДТП Водитель Шкоды на улице Мостовицкой Мужчина врезался в Киа-Рио И был настолько пьян, что уснул прямо на месте ДТП А если быть точнее, захрапел он прямо за рулем своей иномарки Пытались разбудить нетрезвого лихача сотрудники ДПС Наш корреспондент Павел Москвин По словам жильцов дома, водитель Шкоды на парковке врезался в Киа-Рио Виновника ДТП очевидцы сняли на телефон через пару минут после аварии Как видно, сотрудников ДПС он ждал, погрузившись в сновидение Инспекторы заподозрили крепкий сон неспроста От водителя пахнет спиртным Максим Владимирович, вы отстранены от управления транспортным средством? Протокол? За копию данного протокола Знакомьтесь, поставьте внизу, где галочка Водитель Максим усомнился, а стоит ли ему подписывать протокол Если вы говорите, что все правильно, то точно не обманывайте Вы отстраняете управление, так как имеются признаки опьянения Судя по всему, мужчина был уверен, что наказание за пьяное вождение придет, когда он подпишет документ Ему объяснили, что наказанием занимается судья и суд будет не скоро Пора переходить к следующей стадии оформления нарушения Несмотря на все признаки опьянения, Максим уверял, что пьяным за рулем не ездил Тем временем инспекторы выяснили, у водителя повторность нарушения Не так давно его оформляли за нетрезвую езду Постоянно пьяный ездитель за рулем Нет, никогда не езжу В ДТП не попадает и пьяный Водитель, может, и хотел ответить на все вопросы журналиста Но ему уже очень хотелось спать, и от этого смыкались глаза Впрочем, поспать дома Максиму удалось только под утро Теперь ему грозит уголовная ответственность Сергей Пичугин, Павел Москвин, Место происшествия Это еще не все Сейчас прервемся на короткую рекламу Смотрите сразу после нее Пьяный дрэк-рейсинг Нашел дорогу без ямы, устроил на ней гонки Пьяный водитель Ауди А6 на улице Солнечной Не успел затормозить В рубрике «Видеорегистратор» самые заметные видеоролики уходящей недели В эфире проект «Место происшествий» и мы продолжаем На шоу «Дорогу без ямы» устроил на ней дрэк-рейсинг Пьяный водитель Ауди А6 на улице Солнечной Правда, одного заезда оказалось более чем достаточно Дикий гонщик выжил из своего болида максимум скорости Но совсем забыл про гололед и врезался в попутную газель Виновника аварии задержали сотрудники вне ведомственной охраны А наш корреспондент Павел Москвин взял у него интервью Судя по повреждениям на Ауди, здесь будто было отнюдь не ДТП Иномарка похожа на удачно пораженную цель артиллериста В машине огромная рваная дыра, куски кузова, разбросанные по сторонам на десятки метров Ночью водитель автомобиля Ауди, по предварительным данным, не справился с управлением И совершил столкновение с попутной автомашиной «Газель» О том, что это было, водитель Роман Булатов отвечал весьма скромно Словно до сих пор не отошел то ли от ДТП, то ли от бомбежки На вопрос про спиртное водитель ответил поднятой рукой Как сигнал о том, что его лучше спросить о чем-то другом Записью с видеорегистратора, даже если бы он и был, Роман вряд ли бы поделился Ведь пока он единственный вероятный виновник ДТП Принюхавшись и проведя экспертизу, инспекторы добавили ему еще один статус Очень нетрезвый водитель В результате происшествия водитель пока с травмами не обращался Однако при проведении свидетельствования выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения Содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,8 мг на 1 литр Что многократно превышает допустимые показатели Спустя несколько минут после аварии оцепенение у водителя прошло И он рассказал о причине сильного удара с газелью Как стоячая машина въехала? Или просто быстро ехала? Как так получилось? Подзанесло Подзанесло На водителя составили административный материал А позднее за машиной приехал эвакуатор Надо сказать, после ДТП габариты машины слегка увеличились И эвакуаторщику пришлось самому сгибать торчащее из авто железо Теперь, кроме лишения прав и штрафа Водителю Роману предстоит решить дилемму Сдать машину на металлолом или все же рискнуть ее восстановить Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия На улице Ульяновской камера зафиксировала, как автобус протаранил попутную иномарку Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор» Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели Поддержка рубрики «Видеорегистратор» юрист Антон Долгих На улице Ульяновской водитель автобуса второго маршрута явно поторопился По ямам он обогнал попутные машины, а на перекрестке не успел затормозить Впоследствии пассажирам пришлось покинуть автобус Автор видео развернулся и сообщил водителю «Фиата» о видеозаписи регистратора На улице Широненцев камера видеонаблюдения запечатлела полеты иномарки над сугробом Автомобиль протаранил снежную преграду, перелетел ее и оказался на перекрестке После такого маневра о состоянии водителя можно только догадываться На улице Производственной иномарку «Черри» занесло и она врезалась во встречный универсал Как выяснилось, водитель «Черри» уходил от столкновения с попутной «Ауди» Затормозил и иномарку развернуло На улице Производственной автобус решил развернуться и перекрыл движение двум автомобилям Впрочем, Нива успела проскочить, а вот Волга попала под удар общественного транспорта На улице Карла Маркса девушка на иномарке, выезжая с парковки задним ходом, не заметила свадебный автомобиль Удар получился не сильный, скорее всего полицию вызывать не стали В Новоавиатском районе водитель 15-й, выезжая с объездной дороги, не вписался в поворот В итоге «Лада» перевернулась, по словам автора видео, никто не пострадал Впоследствии очевидцы поставили автомобиль на колеса На улице Московской столкнулись две иномарки «Шевроле» и «Кия» Судя по видео, вина водителя «Кия» очевидна На улице Луганской водитель «Кия» попал под ударом многотонной фуры Впрочем, удар был не сильный, несколько метров грузовик тащил иномарку по дороге На съемке видно, что у иномарки «Кия» крутятся передние колеса Возможно, водитель пытался, что называется, выехать из-под удара В Кирове на улице Воровского камера запечатлела опасного пешехода В итоге пьяный пешеход упал в лужу Водитель вышел из машины, помог ему подняться и увел его с проезжей части на тротуар Это срань, ну это просто срань, это тоже лень Это Россия, *** Россия На перекрестке улиц Чорса и Пугачева очевидцы наблюдали за ленивым водителем «Газели» Лобовое стекло фургона было полностью в снегу Поехал, поехал, поехал Далеко ли он доедет? Я даже не заметил Михаил Вагин, место происшествия Поехал, поехал, поехал На этом все, если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру Присылайте свое видео на наш электронный ящик mpkirovsobakainbox.ru Или звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02 Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров» В студии для вас работал Михаил Вагин Будьте внимательны и осторожны И увидимся на Первом городском Субтитры создавал DimaTorzok